Слава Украине, приветствую от Полонска. Я хочу показать сейчас, как выглядит один из центральных парков Киева, парк Шевченко. Конечно, до войны он выглядел получше, но тем не менее сейчас тоже, в общем-то, красиво. И довольно много людей, и музыка играет, и знаете, такое впечатление, якобы и нет войны. Но сейчас вы увидите, что война была и была прямо в этом парке. Вот, сейчас я покажу кое-что, вы посмотрите. Я разверну камеру. Вот так вот выглядит наш парк. Спереди, если вы увидите, юрта, видите? Это у нас юрта незламности. Тут в прошлом году она очень сильно помогла, когда вот не было света, когда из-за российских ракет у нас всякие там блэкауты были. Вот сюда люди могли всегда прийти и заправить гаджеты, получить, попить чай горячий, потому что где-то у них дома это была бы проблемой. Вот, посмотрите, я когда-то в прошлом году сюда заходил. Сейчас в этом году тоже немножечко покажу. Вот видите, какая прелесть. Ребята стоят здесь. Пока что еще. Ага, тут у нас играют музыканты. Так, ну я сказал, что впечатление о том, что нет войны, обманчиво. Бомба. Вот видите, спереди у нас факультет журналистики, желтое здание. Там были выбиты все окна. 10 октября прошлого года все окна выбило в нем ракетой. Спереди у нас парк Шевченко и памятник Шевченко. Вот видите, Шевченко у нас в защитном чекле там. Да, тут народ будет играть. Покажу вам сейчас детскую площадку интересную. Вот у нас детская площадочка. Мы к ней подходим в парк Шевченко. Тут у нас ресторанчик, как он только не назывался. Был когда-то Тарас, потом Панас. Теперь, по-моему, уже ОПанас. Вот такой выше средней ценовой категории. Неплохой. Я тут поразъедал давненько уже, правда. Тут у нас собачники. И тут же рядом детская площадка. Я смотрю, ее немножечко тут напривозили новых. О, да, тут горка новая на этой детской площадке. И вообще тут, я смотрю, затеяли ремонт прямо на ней. Ну, детям нравится. Да, хорошо. Хорошо, что жизнь идет и все улучшается. Одно только небольшое но. Вот сейчас я вам покажу угол этой детской площадки. У меня есть видео, как я приходил сюда. Это было 11 октября прошлого года. И вот просто на этом месте, вот, где эти дети сейчас играют в футбол. Вот, вот видите, детвора в футбол играют, пацанчик прыгает. Вот прямо на этом он прыгает, на месте, где была воронка. Воронка от ракеты была прямо здесь, вот где красный квадрат. Вот видите, тут синяя, желтая, дальше красная. На этом месте была воронка от рашистской ракеты, которая прилетела на детскую площадку. И только чудом никого не убила. Вот этот дом серый сзади, ни одного стекла не осталось. Тут и двери в нем выносило внутренние. Ну, понятно, что ни одного окна не осталось. То же самое, вот этот розовый дом, ничего там не осталось. А вот за ним, посмотрите, голубенькое такое здание. Оно до сих пор забито фанерой. Это музей. Это музей, и он до сих пор у нас вот в таком виде после этого прилета. Надо сказать, что у нас очень быстро это все поремонтировали в этом месте. Вот тут она. Вот это была такая яма здесь глубиной метров... Ну, я пришел буквально через несколько часов, после того, как это случилось. Яма была глубиной метров пять. В ширину, наверное, была метров десять диаметром. Прямо вот здесь. Прямо на этом месте. Это просто чудо, что здесь не было детей в тот момент. И вообще никого не было. Никто не погиб. Только был, так сказать, нанесен вред имуществу. Вот. А спереди это у нас университет наш. Киевский державный университет имени Тараса Говоровича Шевченко. И, соответственно, памятник Шевченко смотрит прямо на университет. Так, красный корпус универа. Это еще, знаете, этот красный свет. В свое время была трышка еще царизма. Университет начали строить в 1831 году. Он старенький. Он реально старый. Вот. И за участие профессуры и студентов в революционной деятельности против царя какой-то из царей, по-моему, Николай I сказал, чтобы его... Потому что он должен стыдиться, и студенты должны стыдиться, и его покрасили в красный цвет. А потом она стала уже визитной карточкой. И на сегодняшний день этот университет всегда подкрашивают в красный. Вот такие вот пироги, ребятки. Парк очень хороший. Старый парк, один из старейших и красивейших парков Киева. Вот так вот люди гуляют. И вроде бы и нет войны. Но это только до того момента, пока не задумаешься. Кстати, вот во время прилета той ракеты по Киеву 10 октября 2022 года, если я так не ошибаюсь, 7 человек погибло. И было очень много раненых. Люди погибли тут рядом на перекрестке. Она развалилась на части. И куски падали там, и там, и там. И много людей погибло. Вот, чтобы вы просто понимали. Вот так это все сейчас выглядит. Жизнь продолжается, тем не менее. Рашисты думали, что Киев, знаете, вымрет. И действительно был такой момент, когда в Киеве оставалось 700, по-моему, тысяч человек. Это был март, конец марта 2022 года. А сегодня в Киеве опять больше трех миллионов. Все вернулись. Все вернулось. Больше 100 тысяч киевлян, конечно, на фронте сейчас находятся. Ну, а так. Всем привет.